смотрите видите что нибудь сейчас у меня 6 утра где-то я проснулся 7 6 5 кофе пью спять и раз смотрю видео свое только сегодня вышло раз цвет выключился включился выключился включился потом начал моргать я бегом пошел телек отключился к случаю не знаю столбики под утро уже плохо ведь не знаю стоят там бесперебодники не вышел на улицу короче здесь вот как это знаете вся вот это вот все вот это вот все квартиру к вну ночью всех свет немножко горит у нас просто освещение вот это вот столбы наверно плохо видно короче все мигает у всех я обратно захожу меня тоже все мигать я бегом выключать холодильник из розетки хотя я вышел столбы горели еще но свет выключался выключался стал быть держались короче где-то какая-то авария произошла по ходу на подстанции я даже его там соседний комьюнити за забором у нас тоже ничего нету там соседний комьюнити короче по ходу большая авария какая-то подсветка но возможно на отдельные там от лампочка на короче капец я не знаю надеюсь техника защищенная у меня как-нибудь от этих вот перепадов потому что прям весь свет мигал короче у всех знаете у всех разноцветные в окнах подсветки ну кто какие там светильники ставят ночники и все так мигает как света музыка какая-то апокалипсис какой-то короче да друзья уже посветлило после этой аварии к нам случилось 10 авария нам прислали оповещение на подстанции отключил и отключили четыре района нашем микрорайоне четыре маленьких райончик отключили будем 160 домов ну и чем думаете даже все электрическое получается нифига ничего нету вон настя проснулась что там подсвечиваешь с фонариком ходит и мы короче едем на это за завтраком макдональдс хочу делать выхода нет всем утром нам скоро выезжать в этот в караминском сегодня едем и вы с нами кстати там будет интересно поехали поехали кушать хочется так ну и чем мы короче поехали купили завтрак макдаке возвращаемся домой а свет горит уже у соседей ну да значит у нас тоже соседями все уже отремонтировали они короче написали что была авария и без точно 160 домов 165 165 домов да и вот за полтора часа за полтора часа самой аварии сейчас 640 утра только уже совсем короче полтора-два часа я зашла на сайт этой компании которая нам электричество передает там люди очень гневно строчили говорили где наш свет на что вам платим но все равно на такие случаи надо иметь газовую такую плитку с баллоном газовым домом чтобы чай подогреть из чего яичко пожарить и надо какой-то источник питания для зарядки телефонов меня я кушать хочу погнали за так вот смотрите сзади едет cyber truck не фокусируется камера на нём догоняет нас блин тачка классно я себе хочу такую ну расскажи тебя слушают наконец-то мы приехали куда парковались до места нету приехали поздно приехали в парк каравинсом виде того на американские горки машины стоят какие-то сейчас пойдем короче катятся короче вот мы зашли парка сегодня у нас это работа день семьи и поэтому нам сегодня сделали билеты бесплатно как мы любим вам сейчас кататься и еще сейчас работает здесь аквапарк вот там кричит еще с ней работа аквапарк макарычок в акваку видите кругом понаставили bmw тут они стоят везде после каждого этого по машинке разные старые вот здесь какая-то троечка стоит старенькая открытая кстати да открытая но кто-то на ней приехал не буду лезть а мы начнем свое путешествие с вот этой вот штуки прошла когда мы здесь были она не работала это обзорная какая-то такая смотровая штука которая поднимается вот туда еще крутится вокруг своей оси но она закрыта и мы можно посмотреть на весь парк и мы сейчас пойдем поглядим вот такой короче лифт просто по кругу садушки садишься и сидишь ну что так вам не страшно вообще не страшно а тут классный кондиционер свежо там на улице жарко вид правда не очень но я думаю сейчас изменится если сильно боитесь есть последний шанс выйти да я пошел все давайте все теперь уже стало не страшно сейчас будет совсем сейчас будет совсем не страшно а а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приехали в парке Короче, магазинчик Санта Клауса Ой, а тут не жарко? Классно Блин, прикольно Кто-нибудь видел летом Новый год? Вообще красота Можно себе что-нибудь приобрести Или просто почувствовать немножечко новогоднего настроения В августе Блин, сейчас покатались только что на вот эти штуки Но снимать нельзя было Смотрите, куда мы поднимались Вот туда наверх Вот на этой крутящей штуке Блин, классно было Но снимать нельзя было Телефон бы улетел Вот она, смотрите, поднимается Вот туда-вот туда Еще и крутится, короче Вот она, какая фигня Прикольная Тебе понравилось? Очень, да Я думала, я боюсь Нет, я не боюсь Не надо ничего поменять там Исподние Все в порядке? Я его не брала Так, а вот такой вот американской еды Нам накидали Вот у нас в наши бесплатные эти билетики У нас было разные ресторанчики И мы выбрали американскую еду Можно было там бургер взять Можно что-то еще А можно это Как это называется? Полпорк? Полпорк Это полпорк барбекю Это, короче, мясо такое На барбекю пожарено И потушенное И вот на волокон разобират Курица гриль И салат капустный Ну и водичка на выбор там Так что мы Это не курица гриль Ой, курица в кляре Это типа наггетсы Это называется чекинг-рендер А, наггетсы, да Короче, это тоже нам Входит наша стоимость билета бесплатного Такой обед в ресторанчике на выбор Вот мы выбрали такой ресторанчик Такой небольшой И кусать будем И пойдем дальше кататься Все, передумала Что-то адреналином запахло Может, ну его нафиг, вылази Ян, вылази Пока не уехали Ты куда ребенка отправила? Да сейчас ходишь рядом и сядешь Я бы сел, но на детское Там только детям Там взрослым нельзя Видишь, нет взрослых вообще Что хотите, если сидят Ну давай, ехай уже, все Хватит сидеть О, сломалась, смотри Ехали, ехали Остановились что-то Да, она поломалась Смотри, назад поехала Обалдеть Вот это вот качество американское, да? Ничего не выдерживает Ну и сзадом поехали вперед Тормоза отказали, походу Ты долго будешь стоять? Ну-ка давай ехай Она совсем и не страшная, смотри Так, ну и теперь мы, короче, пойдем к аквапарк Будем хлопаться И на горках хвататься Так, ну что, мы накатались, накупались И собрались домой Жарко Очень жарко Аквапарк нам не понравился Мне больше всего вот эта качелька понравилась Да, нам понравилась вот эта качелька Вот эта, которая вверх Аквапарк нам не понравился Мы вдвоем ходили с Яной Короче, там очень много людей Половина бассейна закрыли То есть, один из больших бассейнов закрыли Людей очень много Все в одном бассейне Стоят, как рыба в воде Как, я не знаю, гуськом друг к другу Как эти, знаете, как морские котики там на лежбище Вот так же Ну и дальше уже из этого, сами понимаете Вода мутная, желтая Короче, нам не понравилось Мы там чуть-чуть поплюскали, все вышли Вот так все, отлично Очереди большие, людей много Ну, потому что сегодня Сегодня семейный день от нашего завода И пришли все работники И специально для нас, для чисто работников Перекрыли парк То есть, сегодня только работники BMW здесь Покормили бесплатно Покатались мы бесплатно Ну, все, классно Погнали дальше Едем, короче, мы в этот Куда мы едем? В Шарлотт погулять В Шарлотт погулять Мы ни разу не были Ну, были в Шарлотте Но только в аэропорту и в парке А в городе самом не были И вот остановились, короче, на границе штата Вот смотрите, какая здесь Что проехать И вот такие велкам-центры И всякие растерии часто бывают Но на границе со штатом Кроме туалетов Еще всегда есть велкам-центр Сейчас зайдем посмотрим Да, смотрите, у них есть бесплатный Wi-Fi Да, о, круто, да Вот смотри, как удобно И тут всякая информация о штате Поскольку мы уезжаем в штат Всякая информация будет О местных каких-то достопримечательностях Вот смотрите Санта-Клаус отсюда родом Какой-то военный Санта-Клаус, да? Так, тут еще лакончик военный Разные вот эти вот штучки Можно Это все свои бизнесы мелкие Кстати, вот смотри, самолет Бизнесы делают свою рекламку Можно взять Посмотрела, у них тут, смотрите, есть бесплатные Купоны можно брать А, классно И вот вы можете взять Короче, пожалуйста Даже журнальчик, смотрите Это все бесплатно Можете почитать Про штат, про что-то еще Ну, парк динозавров Смотрите, тут есть Спортивные какие-то Местные достопримечательства А, в Шарлотте Находится большой стадион Где проводят гонки на Скар Какой-то тут самый крупный О, смотрите, друзья Мы с вами вот здесь были Помните? Кто не видел, посмотрите Интересное видео Там камин О, мы прошли мимо камин И люди сидят всегда То есть у них можно спросить Информацию какую-то Они поделятся Расскажут вам DVD Стоит Наверное, что-то посмотреть можно Кстати, хочу себе купить DVD Я вот недавно показывал Рассказывал Или не знаю Может, еще не показывал Но Что здесь это В аренду диски Сдают Продают И мы решили Купить себе DVD Я посмотрел На Амазоне 25 долларов стоит Думаю, закажу Смотрите, заметил Газон Непострижный Видишь, да? Какой высокий Непорядок Совсем проблема Где человек Который ходит С линейкой Меряет газон И штрафует всех За то, что Слишком высокий газон На твоей лужайке Да, беда Так, ну что мы Припаркунились Короче Тут уже Начинаются Всякие Высокие домики Какой-то парк Ну и пойдем Погуляем Посмотрим Если еще будет интересно Мы вам обязательно покажем Смотрите, здесь есть самокаты Вот у нас в городе нет В Гринвилле Точно В Гринвилле Не знаю Может, пара самокатов есть Но не супер А здесь, пожалуйста Прокат самокатов Большой Валяется Вон человек Спит уже Встал Как раз Хотя бы снял обувь Хотя лавочки, кстати Не приспособлены Для того, чтобы спать Но ему это не мешает Видите, вот эта штука сделана Металлическая Специальная Чтобы было неудобно спать Друзья, я, короче, офигел Мы вот здесь Настя еще там уплачет парковку Я вам показывал Здесь, да, лавочки Там мужчина спит Мы вот все здесь Какие-то красивые столики Парк Собачик выгулять Ну, вот такой маленький Знаете, парк среди Вот этих высоких домов И тут, смотрите, что Короче, смотрите Кабачки Пожалуйста Вон они уже завязываются А вон там побольше лежат Кабачки Дальше что Смотри, мята Помидоры Висят зеленые Я не знаю, кто это делает Ну, короче, я просто офигел Я думаю, что ты знакомая Пожалуйста, подвязанные помидорчики Растут Зелененькие висят Вон там видно, да, нет? Вон там Зелененький помидорчик Внутри висит Там их несколько Что там дальше? Там непонятно, что это Тыква похожа Или не знаю, что это А, это не тыква Это, наверное, вот этот Такие строчки Которые, знаете Вот они, да Вот я забыл, как называется Кто помнит, напишите Вот эти вот Которые здесь маринуют Дальше что у нас Опять мята Там, наверное, милица была Это мята Перцы Да? Перцы, точно Острый перец Жгучий перец Смотрите Ну, пожалуйста И что-то еще, короче, растет Я прям офигел, ребята Огород В центре Шарлотта В даунтауне Представляешь? Да Я думаю, вот этот огород Вот здесь развели Там, кстати, я еще увидел Синенький ежевику Кто-то развел Который вот здесь живет Какой-нибудь бабушка Которая здесь живет Она посчитала, что это ее земля Вышла, наверное, да И это У нас, помнишь, так было тоже в доме Наша Бабулька под окном Делала там себе клумбу Я думаю, здесь тоже самое О, а здесь, Ян, смотри Парк есть, где можно Намочиться Намочиться Этот, как называется Охлаждающий фонтанчик Распыляют Распыляют Ой, ой Вот она Вот она А, надо нажать Смотрите Вот, нажимаешь И она включается Где-то Надо нажать, Ян Знаешь, что это такое? Если к тебе Это, видишь, дубина Если на тебя нападают Допустим, какие-нибудь Может быть, афроамериканцы Ну, может быть, даже и белокожие Не важно И ты защищаешься ей Стоишь Ну, просто она Привязана Чтобы никто не украл Чтобы любой мог защититься В любое время Да? Наверное, я не знаю Так, а тут место Видите, вот такая площадка Большая Видимо, можно с собачками погулять Ну, или бездомные Могут здесь палатку поставить Ночевать, если что Да, я думаю Проблемы Там стадион Маленький футбольный А там дальше большой Мы проезжали стадион Может, выйдем к нему позже Ну, наверное, он сейчас закрыт Я думаю, не работает Большой футбольный Ну, первое, то, что мы увидели То, что здесь, знаете Можно взять в аренду Именно электросамокаты Я уже об этом говорил? Да? Да, пока ты парковку поплатил Просто в нашем городе Они уже знают И вот туалет Ну, эти мусорные баки, короче Не просто такое С педалькой, видите? Опа Чтобы можно руками А можно педалькой Сложить свой мусор У него тут что-то Солнечная батарея Для чего? Я не знаю Может, где-то, значит, зарядки Рядом есть Резпарки Ребята отдыхают Прямо возле туалета Видимо, они тут где-то рядом проживают Или прямо в этом парке живут Или прямо на этой лавке Да Потому что Одновременно Вот здесь рядом, видишь Вот и люди Туристы И какие-то местные Отдыхают И рядом же Также и живут Смотри Как на доме сделаны Деревья растут А, да Слушай, на крыше Растут деревья Интересно Да Да, вот здесь ребята, короче Прям проживают Свою жизнь на этих лавочках Самокаты валяются Уже второй самокат валяющийся Мы нашли Странно, что их люди Раскидывают на самом деле Вот это здание Самое высокое, мне кажется Да Но мы сейчас к нему подойдем Да, пойдемте Сходим посмотрим Может, можно как-то в него попасть Я не знаю Может, какая-нибудь Есть экскурсия наверх Попробуем, если возможно А вот я вам говорил Нет, не знаю Вот смотрите Вот эти вот джипы Вот так вот разбирают На лето И ездят в разобранных джипах Все летом То есть в какую сторону пойдем? Туда? Туда Или туда Пойдем туда Ну, пойдемте пока зелененький Ну, конечно, это не Нью-Йорк Само собой Мы были в Нью-Йорке Там шея аж болит смотреть вверх Здесь всего-то три дома Не очень высоких Но Но все равно классно Уютно Здесь ты ощущаешь себя спокойно Хотя Несколько бездомных Мы все-таки заметили Но я вам скажу Что они и в Грингерле есть Там есть Всякие люди Рассказывают, что там нету Да, там есть Они есть Они просто Спокойные Тихие Но они есть Если ты хочешь снять так Чтобы их не было Конечно, ты снимешь Но не без них В каждом крупном городе они есть Просто Гриньево городок поменьше Лавочки, смотри, стоят на улице Да, вот Здесь, кстати, лавочек Я заметил И да, они есть Но они тоже здесь Тихие, спокойные Вот они сидят спокойно Там, занимаются своими делами И О, автобусы Вот это я давно не видел Настоящий автобус, смотри Причем рейсовый С номером Подожди Все, их два Обалдеть Я сто лет автобусов не видел уже Я уже не помню Когда я на нем ездил Последний раз Видите, у него спереди Для велосипеда Водила выйдет И он на каждом И поставит велосипед На вот эту специальную штуку Если ты можешь ездить На велосипеде В автобусе, да По-моему, в Европе тоже такое есть Но в России Я такого не видел Ну, мне нравятся такие городки Я бы в таком даже, может быть, жил Где-то в пригороде Почему бы и нет Ну, в принципе, мы и живем В пригороде Такого города Да, я думаю То, что это недалекое расстояние Вообще, в принципе, от нас Да, нам ехать сюда полтора часа всего Мы в Питере Вот здесь, смотрите, пожалуйста Человек отдыхает Это на очередь заняла Она хочет быть первой Завтра понедельник Сегодня просто воскресенье Да, не без этого Ничего не скажешь Ну, что делать Банк Чейз Посмотри, как выглядит отделение Это такой Очень популярный банк в Америке После Банк оф Америка Наверное, да, второй Там, смотри, какое-то колесо деревянное А это что-то из «Звездных войнов», да? Где? Вот Кругленькое Вот я не пойму Какое-то деревянное Или медное колесо И мы подошли вот к этому зданию Смотри, которое вот Самое высокое здесь, мне кажется Ну да Ну точно Да Браслетики Сам делает Медные, да? С камнями Браслеты А, золотые? Ну нет, медные, похоже, да? Прикольно Очень классно А хотел бы смотреть, что это за колесико Как будто бы А может это город сверху? Да, как будто бы город Наверное, представление города сверху Короче, профессионизм какой-то Кроме автобусов, смотрите, еще есть трамвайная линия Соответственно, значит, есть и трамваи Ну что-то трамвай я еще не видел Но автобусы гоняют Это интересно Да, смотрите, вот таких ребят здесь хватает Вот уже второй Ему даже хот-дог положили А он все это Все лежит, отдыхает Вон фонтанчик со ступеньками Столики, стульчики Да, слушай, тут немало этих ребят отдыхает Смотрите, среди вот этих всех больших домов Маленьких небоскребов, скажем так Остался какой-то мелкий домик Исторический центр какой-то, наверное Не знаю, может быть, это какой-то храм Может быть, это какая-то церковь Что это, я не знаю Но так выглядит довольно-таки старенький А, вот здесь написано Святой Петр Чорч, церковь, да? Эпископал, церковь, чорч А вот здесь информация о ней Пожалуйста Вот такая инсталляция Не знаю, к чему это Александр Да, Александр сделал Такую картину В каком-то фильме я видел, не помню Вот и первый трамвайчик мы увидели Первый раз вижу в Америке трамвай В нем даже окон нету, посмотри Обалдеть Кстати, в Польше были что-то типа похожие Надо было прокатиться на трамвай Куда-нибудь туда, потом обратно Но мы тут одни, короче, гуляем Никого нету Ну как, нет, есть, конечно, люди, но мало Ну вот там одна центральная улица Там вот ходят какие-то туристы А здесь уже местные жители ходят И не бездомных никого, просто местных жителей А там туристы, с ними и бездомные Там пять человек этих сидело Это вроде парка А, ну это тупичок Там идти некуда А, это просто богемный садик Ну пойдем посмотрим Смотрите, трава Все белый камень Красота Дорого-богато И тут такой вид на это все здание Они как-то вот Вот самый такой классный вид, короче, здесь И получается он закрыт От всех Мы сейчас пролезем даже специально, чтобы вам снять Тут парковки какие-то И самый прикольный вид отсюда Смотрите, какие я заметил мотоцикл Хотел показать вам велосипеды рядом Короче, электросипеды, как типа маленькие мотики Прикольно сделано так И пришли мы, а пойдем в Альхалу? Нет Ну зачем нам идти в пал? А, ну да Ну точно Какая-то улица Ну, я думаю, это пабная улица Да, это такая барная улица, короче Маленькая, тупичок барный Со всех сторон бары Они еще, конечно Да, тут, я думаю, вечером неплохо Но ты с детьми Так что ты домой поедешь А меня заберешь попозже А ты там приедешь, знаешь, в школу? Я на автобусе приеду Тем более ты знаешь, где можно спать Или на трава Хорошая идея, кстати, да, получается Они собрались Разные бары сделали в одном месте И у тебя прибыль, ну, будет всегда У всех То есть, как бы, это не конкуренция, получается А сотрудничество А ее самокат выкинули, смотри Пошмар Ну, он же почти новый Такое архитектурное решение Какие-то плиты Ну, он дальше начинается уже высоким А тут такие Странненькие такие Кстати, вот такие штуки Мне кажется, я раньше видел у нас в России Такие в Армавире были, да? Вот такие штуки Вокруг деревьев Чтобы земля не летела Ветром, чтобы я не раздувала Делали железные решетки такие Вроде как, чтобы дышала Водичка попадала Но не это Ну, чтобы не оттуда ничего Да, чтобы оттуда не вылетало По-моему, мне кажется, раньше такое было Смотри, бездомные только на вот этой улице Вот на центральной Самой главной О, какое здание А, это и есть здание театра, да? Только они на этой улице находятся И больше нигде Они здесь сидят, отдыхают Загорают Это вот самая такая, видимо, Мейн-стрит Хотя нет, не Мейн В общем, она центральная здесь О, а это тоже какое-то Здание непросто Надо, может, подняться в него посмотреть Можно Блин, ну они такие необычные здания Необычные цвета Необычная архитектура И тетя А, это не тетя Это птичка какая-то Птица говорун Которая отличается умом И сообразительностью Маленький церковь Высокие домики Ребята на скейте Ну, блин, симпатично Симпатично Ничего не скажешь Опа Кто-то полетел О, а тут фотосессия, смотрите Неожиданно Это здание арт-центра То здание театра Это здание арт-центра И Это здание банка большое Вот они, высокие, стеклянные Да, так прикольно выглядят Окна, наверное, тяжело в них мыть А кто он такой? Я не знаю А, охрану вызывать Я не знаю, для чего Охранять Наверное, он смотрит тут камера Смотрит, ездит за порядком Да, пылесосит он Просто пылесосит Это робот-пылесос Я говорю Если что, вдруг он тебя скрутит Это мордой в пол И вызовет полицию А, это робот-пылесосит Я понял Ну, тогда ладно Вон, пожалуйста, написано Он рекорден аудио и видео Для твоей защиты Ну, ясно Еще и катается, да? Америка, Тауэр Вот где мои деньги все лежат Вот здесь они вот и лежат Наши денюжки Да? Вот у них они там, да? Все наши миллионы Которые мы привезли из России Не надо рассказывать Это секрет Ой, а я что, снимаю, что ли? Ты знаешь, я как-то борща хочу Да, захотелось борща Настя очень сильно Но говорит, варить я его не буду Ногой топает Отказывается, да Никакую Поэтому мы, короче Я нашел и русский ресторан Здесь, недалеко В городе Графни И мы сейчас поедем туда Будем кушать борщ и пельмени Да И, возможно, не только это Может, еще там голубцы И, кстати, объявление Продам недорого пельменницу Заказывал для супруги Думал, пригодится Казалось, не пригодилось Кому надо, пишите Продам недорого Вот, видели такое? Подъехали мы И тут по-русски написано Ресторан смак Вот, смотрите, здесь Можно и салатики И тортики И все что угодно Здравствуйте Здрасте Ну что, мы оторвались, да? Наконец-таки до борща Сейчас уже заказали себе Ты уже готовишь? Да, я уже готовлю Сейчас поедим Наконец-таки Традиционную русскую еду, да? Уже где по ней случаем Кстати, второй раз Мы в Америке будем пробовать Русскую еду Да Первый раз мы пробовали Когда только приехали Но мы были в грузинском В грузинском были, да Борщ был там тоже Да А сейчас мы именно В русском Такой ресторанчик Здесь, как бы Ну, такое больше Похоже немножечко на столовую Такую, да? Ну, все в лучших русских традициях Как закусочная такая Но здесь Меню такое, в принципе, неплохое Цены тут вообще приемлемые Цены дешевые, кстати, да Борщ вот 7 долларов Шурпа 8 долларов И вот блюдо полное Это, допустим, люля-килап Там с картошкой, с салатом И оливье выбрал 15 долларов Это, на самом деле, недорого Да Мы сейчас принесут Мы все вам покажем Покажем, попробуем Скажем А Янка взяла пельмешки Так, принесли нам борщик Для начала Ну, как положено, да? В русской семье В русской традиции Сначала кушает мужчина Все смотрят Семьи Семьи Сметанка А, пахнет домашнее Слушай, она Сметана вкусная? Да? Необычная Пахнет домашнее Она и покупная Здесь пахнет домашнее Попробуем Тут борщик говяжий Написано Да, вот моя говядника Ну, мясо, по крайней мере, какое-то И хлеб они сами пекут здесь Какой вот Типа Назовем это лаваш Знаете, такое часто продают Лаваш из печи Это не лаваш, но такая булочка Да, маленькая Семьи Ну, как тебе вкусно? Да Лавашки такой вкусный Я такой свекольный Секольный На самом деле Неплохо Очень Зеленый вообще Классно Да, с зеленушкой Как все положено Сейчас попробую Говядину или нет Говядину Классно Все мы принесли Кроме пельмешек янных Ну, блин, слушайте Прям выглядит очень У него чекин А, у него чекин Да, он курицу заказал Я заказал для кебаб С картошкой С оливьешкой А Настя заказала Люляшки с долмой Блин И это салат Такой я люблю Называется весенний Короче, выглядит очень аппетитно Прям вообще Все вкусно Кроме кьяны Пельмешки валятся Ну, блин Я доволен пока Ну, как лилейшечки твой Я сейчас все расскажу Очень вкусно Долмашечки, лилейшечки Я люблю долму Потому что мне мама готовила Раньше Чаще, чем голубцы, кстати Долму мы готовили У меня в общем дома нравилось Ну, правильно Вышел на улицу Нормал Травы Ну, да, у нас очень много, кстати Было винограда Поэтому проблем с листьями не было И вот это еще Люля-кебаб Я еще не пробовала Люляшная? Да, очень горячо Мы еще квас заказали Кстати Квас они сами делают Тоже вкусно Блин, короче Мне все нравится Советую ресторан Это очень сильно Ресторан-смак Находится Вот этот вот салат Называется оно Кебельный вкусный салат Но еще правильное название Салат должен Ну, называется Фени И он, кстати, очень хорошо И правильно приготовлен Я думаю, делаю так же Потому что людям бывает Иногда очень сложно Его приготовить Чтобы он именно Давал такой вкус Правильный Я думаю, все ценители Этого салатика Знают, о чем мы говорим Оно вкусное Это, кстати, они С говядинкой Да, был выбор С курицей или с говядиной Ммм, вкусно Да не плачь Все в порядке Мы приведем тебя Еще сюда Попробуешь еды Попробуешь еды Да Ну да, надо Втирал Так, ну что Покушали мы Короче Мы покушали на 108 долларов У нас получился комплекс Это мы взяли Три вторых Четыре кваса А, четыре вторых Четыре кваса И одно первое блюдо И домашний хлеб Такое вот Они там два вида хлеба пекут Домашнего Один типа Как пышка Какая-то лепешка Не знаю, что это такое Лаваш Типа лаваш Но она по-другому Да, она по-другому Но, в общем говоря Это лаваш А второй Просто они хлеб пекут Мы взяли такой Один на всех Вот Было все очень вкусно Ресторан Вот они себя называют Ресторан Но я бы сказал Что это больше Как столовая На самом деле Такое Но в хорошем понимании Столовая Знаете Такая вот советская столовая Я помню У нас в городе Была такая же столовая Вот еще с советских времен Которая держалась Сейчас уже нет Вот И там Было именно вот такие Вот Хорошие качественные блюда Только единственное Что Они себя позитивно Теренируют Как русский ресторан Но они Пополам Русско-азиатский Мне кажется Потому что там Как борщ Так и рядом И шурпа И долма И люля-кебабы И что-то у них Еще там есть То есть и русская И не русская Картошку можешь И пирожку взять И по-деревенски Там и как-то еще Ну классно Приветливый персонал Да, очень Быстро готовят Очень быстро Очень Ну блин Я короче в восторге Я тут первый раз был Мы тут были первый раз С всей семьей Но мы поедем еще раз сюда Не знаю Может у них там Разные дни Разные дни У них кстати Очень много Всякая разнообразная Выпечка Всякие вот эти Наши традиционные Пирожные Мы взяли с собой Четыре персика Представляете В Америке Я не помню Когда я в последний раз Ел этот персик И в России Да, в России Да, в России Да, когда Знаете В Ленинградской области И в Санкт-Петербурге Их не было Да, но там вообще Проблема была с выпечкой Да, там в принципе Печни умели Но допустим Где-нибудь ближе к югу Там пекли Нормально Но мы все равно Не помню персиков А тут я персики Но я еще не попробовал Я там попробую Но судя по тому Что мы покушали Мне нравится Да, судя по тому Как они приготовили еду Именно Я вам скажу Что они ее правильно Приготовили Именно так Как положено Все было очень вкусно Да, может Было классно Так что нет сомнений Что персики Подкачают В следующий раз Я попробую Обязательно шурпу В чем классно И плюс И минус Одновременно Вроде минус То, что расположен На дороге А с другой стороны Плюс Он расположен Возле 85-й трассы В городе Гафни Получается Ресторан называется Смак Смак? Да Смак, да Ты мимо Короче едешь Если вот Шарлотт Аэропорт Шарлотт Какие-то дела Там Икея Парк Что-то такое И заехал Покушал И поехал дальше Блин Вообще замечательно Тем более Тут и рядом Тоже аутлет есть Это вообще прям Очень Я считаю Что у них очень удачное Расположение Потому что Ты часто ездишь Туда-сюда Короче мы посетим Это место обязательно И от нас советуем Кто будет рядом Так что 5 звездочек Кто скучает Грустит По Традиционной еде Родине Да Я аж там прослезился Правда от лука Советуем